Снегопад, снегопад, если женщина просит, А не лето я, дороги не спеши. Когда Александра Ивановна работала оператором котельных установок ВБР-1, для лирики и наблюдения за снежинками времени, мягко сказать, не хватало. А сейчас настало то самое время, которое можно потратить на себя, и любимое дело. Я только работала, я никуда не ходила. Музыкального образования у меня нет. Пошла на пенсию, надо же себя было развлекать чем-то. Вот пришла в хор. То есть вы хотите сказать, что никогда раньше не пели? Нет, почему не пела? Я пела. Сама себе, при подружках, если мы когда-то, помню, в общежитии ночью пение устраивали. Больше Александра Ивановна так не хулиганит. Для пения ей теперь дают сцену. И не абы какую, а в новом Дворце искусств нефтяник. Ее коллега по хору Марина Ивановна отлично помнит те времена, когда не только таких дворцов помине не было, но и когда само предприятие только зарождалось. Работала с первых дней, когда Сургутнефть организовалась, и потом Федоровка организовалась, я в нее перешла. Так, до самой пенсии. То есть все годы существования нефтяников, я все дни у них. Я замом главного бухгалтера работала в Федоровске нефти. Тут, естественно, интереснее накап строительства с подрядчиками, все новые люди. Это мне, конечно, интереснее было. А начинала я с кассиров в Сургутнефти. Первопроходцем Марина Ивановна была и после трудовых подвигов. По выходу на заслуженный отдых она записалась в хор «Нефтяная радуга» и поет в нем уже порядка 20 лет. В репертуаре и романсы, и эстрада, и само собой народное творчество. Получается хорошо. Коллектив в этом конкурсе самодеятельности одержал победу в номинации «Вокал ансамбль хор». В категории «Вокал малые формы» лучшим стал квартет НГДУ «Ленторнефть». А в сольном выступлении не было равных Екатерине Метелевой из «Деи нефтяник». Еще девять человек стали призерами номинации «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество». Сложным было оценить декоративно-прикладное творчество, потому что, например, я знаю, насколько это требует всего внимания, усидчивости, мастерства и прочего. Когда видишь эти замечательные работы, я не знаю, как жюри оценивало, по каким критериям давал первое, второе, третье место, для меня они все победители. Они сами говорят, спасибо вам за то, что вы даете нам жизненный тонус, за то, что вы заставляете нас себя почувствовать опять в деле. Поэтому, наверное, это главное. Ветераны производства воспевают свой любимый «Сургутнефтегаз» и в стихах. За лучшее сочинение отметили Валентину Назарову из НГДУ «Ленторнефть». Пусть не собственные стихи, но блестящие. Из «Экспрессии» прочитала Галина Антонова из НГДУ «Сургутнефть». Хореографией удивил ансамбль НГДУ «Ленторнефть». Екатерина Любешева, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости.